Коллеги, доброе утро. Надеюсь, все проснулись, налили кофе. Мы готовы потихонечку начинать. Давайте проверим звук. Поставьте, пожалуйста, в чатик плюсики, если все слышно, видно. Продолжение следует. Все получат, все зарегистрировавшиеся, даже те, кто не получилось поприсутствовать. Момент второй. Мы сегодня проводим некий такой митап. Мы общаемся в достаточно свободном формате. Сейчас чуть попозже представлю участников. По итогам нашего общения круглого стола мы проведем все еще вопросы и ответы. Ответим на все ваши вопросы. Единственное, если вопросы будут очень специфические, глубокие, технические, которые потребуют отдельный, достаточно долгого ответа, мы предложим все-таки связаться отдельно и дальше вопросы проговорить подробно уже в более узком кругу. Отдельно хотел отметить, что это мероприятие – это только начало большой серии, где мы планируем много рассказывать о вопросах, связанных с данными, вопросах, связанных с данными для разных отраслей, учитывая специфику и различные решения, которые есть сейчас на рынке, которые мы можем обсудить и, соответственно, для вас будет эффективно с точки зрения, ну, наверное, в первую очередь импортозамещения. Нельзя отрицать очевидное. Итак, у коллеги, давайте начнем. Представлю участников. Меня зовут Мельситов Максим, я являюсь директором по развитию в компании инфосистемы JET. С нами присутствует уважаемый Александр Тарасов. Это… Доброе утро. Представитель вендора – компания Arena Data, и он является архитектором, который, ну, я не знаю, уже теоретически знает, наверное, все, что связано с данными, да и практически тоже. Вот. Дополнительно, третья часть нашего мероприятия – Станислав Шлишевский. Доброе утро. Стас руководит направлением JET, и Стас как раз в нашей сегодняшней встрече отвечает за практический опыт. То есть, тут такой небольшой батл практиков и теоретик, с вашего позволения. Вот. Давайте кратко о компаниях буквально. Наверняка слышали о компании инфосистемы JET. Большое количество сотрудников, много представительств, много различных крупнейших центров. На рынке очень давно и хорошо работаем. Много реализованных проектов. Да, важно отмечить, что фокус – это все-таки интерпрайз-компания. Это крупный российский бизнес. Именно вкратце пара слов, а именно о департаменте управления данными, вот как раз о котором мы сегодня говорим. Департамент работает тоже уже более 15 лет в компании. И многие, наверное, из вас знают, что Oracle в свое время, до известных событий, был один из ведущих вендоров компании JET. Поэтому, наверное, про Oracle в интерпрайз-секторе мы знаем все, ну и чуть больше, чем все. Вот, именно поэтому с всем известных событий, опять же, мы и ухода иностранных вендоров, мы начали достаточно серьезную проработку отечественных решений, для того, чтобы понять, что реально может заменить уходящих вендоров, и как это можно сделать. Вот, поэтому как раз пригласили одного из ведущих вендоров компании Arena Data. Наверняка много кому знакомая. Платформа российская. Платформа для обработки и хранения больших данных. Открытый исходный код. Серьезная технологическая основа – это хранение и разгрузка легоси-систем, машинное обучение, искусственный интеллект, интернет-вещей. Один из крупнейших вендоров в этой области, ну, соответственно, рады его представить. Чуть о повестке. О чем сегодня поговорим? Поговорим о том, что вообще происходит на рынке, какие тренды, проблемы. Обсудим подходы к миграции, естественно, риски, которые возникают. Обсудим технологии и инструменты миграции, которые, ну, эффекты должны, естественно, принести для вас, в первую очередь, в качестве сокращения времени и денег, ну, естественно, достижение того результата, которого мы все ждем. Начнем потихонечку. Вот, первая, наверное, наша ключевая история – это с чего вообще миграция-то у нас началась. Бесспорно, ключевой тренд – это импортозамещение, но я хочу, наверное, поднять другую тему. То есть, а вот если бы не было импортозамещения, если бы мы просто напрямую бы конкурировали с Ороклом, с какими-то другими большими системами, в чем разница-то? Есть какие-то вообще технологические плюсы, и как эта история работает? Максим, да, интересный вопрос. На самом деле, заказчики переходить с Орокла должны, ну, начали уже достаточно давно, еще до всех событий. У нас есть целый ряд иностранных клиентов, которые сейчас, это и телеком-компании, которые переходят с Орокла. Для них один из критериев – это экономическая составляющая. Второй из критериев – это то, что, ну, скажем так, меняется, скажем так, функциональность баз данных, Орокл. То есть, нужно ли либо переходить уже на экзодату, масштабироваться, то есть, обычные данные переходят в большие данные, ну и, соответственно, уже рассматривать там, когда альтернативные варианты, он подразумевает решение и так далее. Да, конечно, добавлю. Надо отметить, что, например, Arena DataDB, как такой продукт, в основе которого лежит open-source проект GreenPlan, он существует достаточно давно, и это прошло более пяти лет. И кроме этого, и до этого GreenPlan в мире существовал, и он существует в мире, где там, в принципе, все открыто, и нет никаких ограничений с использованием Орокла и других продуктов, но при этом эта технология имеет свою нишу, свою необходимую зону использования. Это, прежде всего, конечно, построение аналитических хранилищ большого объема. И для таких хранилищ, к сожалению или к счастью, Орокл не совсем подходит. Это начинают понимать и переходят с Орокла не только по таким причинам, как импортозамещение, риски, связанные с технической поддержкой и так далее, а просто потому, что экосистема open-source, она начинает все больше и больше занимать свое место в мировой IT-индустрии. И, соответственно, у GreenPlan, у Arena DataDB есть свое заслуженное место для решения своих задач. Тут можно это повторить для любых продуктов, которые ArenaData предоставляет. Ну, я все равно. Все-таки давайте какую-то техническую специфику дадим коллегам, потому что это очень хороший тост, звучит как тост. Можно выпить глоток кофе. Но, тем не менее, где преимущество и в чем оно технологическое заключается? То есть, понятно, большие данные. Ну, и Орокл тоже двигается в этом направлении, бесспорно. Ну, в первую очередь, GreenPlan – это MPP-платформа, то есть у нас, получается, идет масштабирование все-таки нагрузки. То есть, в принципе, у нас даже самые серьезные игроки, которые сидели на TerraData, ExoData, они переходят спокойно на GreenPlan и удерживают. Ну, наверное, это главное преимущество. Многие компании, как бы, еще там, ну, если взять, там, IncovBank, AlphaBank, они, как бы, к этой истории пошли к самостоятельной разработке еще, ну, лет пять назад, наверное. И таких примеров, на самом деле, очень много, по крайней мере, в банковской секторе и в других направлениях. Вот, наверное, так. Александр? Ну, здесь я бы отметил, кроме технологических таких аспектов, ну, действительно, это MPP-система, горизонтально масштабируемая. Если там сравнивать обработку больших данных, то здесь есть само по себе преимущество в этой архитектуре. Ну, и в том числе и открытость этой технологии, которая позволяет больше доверять продуктам, которые использует компания, возможность расширять эти решения за счет их открытости. И развитие, правильно с этим, методологии внедрения, подходов внедрения хранилища, это происходит уже давно, еще с 80-х годов прошлого века. И Grimplan в какой-то смысле является продолжителем тех идей, идеологий, которые были построены тогда и развиты тогда. Oracle все-таки развивался как продукт для решения транзакционной нагрузки, в первую очередь, для поддержки бизнес-приложений. И для него поддержка аналитической нагрузки, она сделана очень хорошо, и здесь нельзя это отмечать, большие успехи Oracle в этой части. Но в целом это дополнительная функциональность, это дополнительное развитие этого продукта, то есть попытка преобразовать OLTP-продукт в OLAP. Ну да, на самом деле крупные вендоры чаще всего с этим вопросом-то и сталкиваются. Окей, коллеги, спасибо вам за этот вопрос. Ну, естественно, у нас с какого вопроса-то возникает? То есть Grimplan все хорошо, да, то есть Oracle он замещает. Вопрос, зачем тогда вендоровское решение-то нужно? Ну, для нашего... Ну, для того, какого Grimplan-то не внедрить-то? Ну, наши заказчики, вот, с которыми мы сейчас активно работаем, в первую очередь для них важна там стабильность, поддержка. Есть еще такая история, что мы все вместе начали разработать, ну, то есть Open Source когда-то для всех был одинаковый на старте, его очень серьезно дорабатывают. То есть Arena Data уже там плотно работает, там больше 5-7 лет, серьезно там очень много функций добавляется. И разница между Open Source и, ну, скажем так, вендорским решением, она все увеличивается. Ну, помимо этого, скажем так, еще, не знаю, то есть получается, ну, опять же, там вот надежность – это тоже ключевой фактор информационной безопасности, наверное, для заказчиков тоже главный момент. Опять же, ресурсы на техническую поддержку, команд, ну, то есть большие банки пошли, вот, некоторые в самостоятельную разработку. Ну, для этого требуется серьезный штат дорогих специалистов, квалифицированных, которые способны там залезть в код, разработать, оптимизировать, что-то дописать. Чаще всего в тех кейсах, которые с нами встречаются, обычно это стоит дороже, чем вендорская поддержка. Ну, то есть, как минимум, там, 5-6 человек, две смены. Если еще дорабатывать, то это вообще отдел, там, хотя бы, человек 10 на разработку, высококвалифицированных, дорогих специалистов. Ну, вот, посчитайте, получается достаточно дорого. Саша, что добавишь? Ну, здесь можно добавить еще такой момент, что open-source проект – это, ну, можно сказать, просто начало разговора с точки зрения функциональности. И для бизнес-компаний, для компаний, которые занимают своим бизнесом, которые ориентированы именно на разработку специфического продукта для своих клиентов, например, там, банк, развивающий свои банковские продукты, ритейл, производство и так далее, они концентрируются на своих задачах. И когда им приходится строить решения, поддерживающие их бизнес, еще параллельно с этим развивать IT-направление, очень серьезно развивать, это для них составляет определенные риски и проблемы. Еще раз повторю, что open-source проект – это только начало разговора. Есть очень большой пласт функциональности, связанный с интеграцией этого решения, с внешним миром, связанный с мониторингом, связанный с администрированием этого решения, упрощение администрирования, чтобы администрирование было профессиональным. Банально резервирование и восстановление в случае сбоев – это развертывание решений. Все это достаточно сложно, и эта задача ложится на плечи тех смельчаков, которые идут в эту зону. Помнится, некоторое время назад мы встречались с коллегами на таком закрытом ритейл-клубе и обсуждали будущее Хадупа и возможность использования Хадупа, применения Хадупа вместе с различными и проритарными решениями. Там была девушка-архитектор со стороны одной ритейл-компании, и она рассказывала о том, как ей очень здорово, легко удалось развернуть Хадуп, как она настроила всю обработку. Эта задача была связана с CRM, аналитический CRM. Это она успешно развернула. Я тогда задал вопрос простой, а что будет, если вы уйдете? И неожиданно встал ее руководитель и сказал, да, она через пару недель уезжает в Сингапур. Вот такая проблема, она реально существует у компаний, имея вендора, который под рукой вендор, который разрабатывает продукт, технически поддерживает его, это снимает вот эти все риски связанные. Ну, они перечислены на слайдах, их не будем зачитывать. Ну, то есть мы получаем какую историю, да? То, что на старте, возможно, да, у Google Open Source выглядит привлекательно, но при забеге на какую-то там длинную дистанцию, она в любом случае короткой не будет, да, это там все равно плавно, наверное, там 3-5 лет. Хотя, конечно, я понимаю, что в нашей ситуации там планировать на 5 лет тяжело, что будет, но тем не менее, все равно надо. Вот, в этом случае получается, что вендорское решение-то выигрывает. И, наверное, еще важный вопрос, который стоит подчеркнуть, это то, что все, кто что-то пилит в своем Open Source, они наверняка задумываются о коммерциализации того, что они сделали. Вот. И вопрос, насколько вы вообще боитесь-то этого? Я так понял этот вопрос к вендору, да? То есть, насколько мы боимся того, что кто-то будет запиливать свое решение, как вы говорите. Конечно, у нас открытый рынок в этом смысле, и компании могут взять Open Source решение и начать разрабатывать свое. Ну, это просто развитие рынка, это появление новых продуктов, которые с этой стороны будут и нас стимулировать. В этом случае выиграют все, и наш продукт станет лучше, и, естественно, с заказчиком будет выбор. То есть здесь это обычные рыночные обстоятельства, в которых мы находимся. Здесь все хорошо. Но надо понять, перед чем станет такая компания. То есть мы давно этим занимаемся. Ну, просто я отмечу, какие шаги придется пройти, даже не читая то, что на слайде. Вот первое. Вам надо научиться тиражировать это решение, чтобы то, что вы делаете, работало у разных заказчиков, работало стабильно. И среды у заказчика совершенно разные. Есть и продакшн-среда, есть и девелперская среда, и, соответственно, тестирование, DR-среды и так далее. То есть это к ним требования разные, и техническая поддержка. Уровень технической поддержки тоже достаточно разный. И выстроить техническую поддержку не так просто. Кроме этого, когда мы говорим про Open Source, надо обязательно думать о том, как будет осуществляться поддержка, если возникнет проблема в ядре продукта. Вот здесь очень важно обращать внимание на то, чтобы была команда, которая может сама развивать этот Open Source проект. Развивать и понимать, что там написано. Но это можно до бесконечности ждать ответа от Open Source сообщества, еще если вы сумеете корректно и правильно задать вопрос. Кроме этого, Open Source проект, Open Source решение, оно не существует в воздухе, и вокруг него начинает возникать дополнительная функциональность, которая необходима заказчикам, чтобы она считалась корпоративным. Это, еще раз повторю, это мониторинг, мониторинг запросов, это бокопирование, резервирование, система поддержки безопасности. Это в том числе проверка ядра на наличие условных закладок, которые там вполне возможно будут. То есть это большая работа, связанная не только с проверкой и развитием ядра, но и в том числе с развитием дополнительной функциональности, выстраивания компаний как компания-разработчика, а не как компания, которая занимается банковским бизнесом, или компания, которая занимается производственным бизнесом. Это вообще было бы очень странно. Поэтому, да, такая ситуация возможна, и интерес к этим технологиям проявляет, но те сложности, которые связаны с организацией работы вендора, это не так просто. Посмотрим. То есть всем удачи, кратко. Окей, давайте двинемся дальше. Давайте уже пойдем конкретно по подходам к миграции. Рассказывайте, друзья, какие подходы, какие фокусы, кто участвует. Обычно заказчики у нас подходят к миграции либо поэтапно, либо уже полностью заменяют хранилища на новое. Поэтапный подход, это не выделяет ключевые процессы, наиболее правильный подход, наиболее безрисковый подход, когда выделяется та или иная функция, та или иная отчетность, и происходит ее миграция. И постепенно переходят новые функции на новую СУБД. Старая СУБД либо параллельно функционирует, либо постепенно уходит просто, скажем так, в историю. Либо альтернативный вариант – это когда заказчик говорит, что давайте полностью мигрировать, закрываем, полностью переносим все процессы. У нас и тот вариант присутствовал. Поэтому тут заказчик уже сам смотрит от своих задач, от своих цельсообразностей, прямо так. Саш, ты комментируешь? Ну, здесь на слайде достаточно понятная диаграмма, на мой взгляд. Но я просто хотел бы обратить внимание на то, что вот до начала миграции, те ситуации, которые мы встречаем у наших заказчиков, у наших клиентов, и что потом приходится дорабатывать в процессе миграции, то, что делают наши уважаемые партнеры, это то, что в исходном решении очень большая нагрузка приходится на дополнительные решения, такие как ETL, например. То есть логика вынесена из базы данных, а когда речь заходит о больших данных, о большом объеме, то, сами понимаете, лучше алгоритмы принести к данным, чем пытаться данные дотянуть до алгоритмов. И, соответственно, приходится это переделать. Если посмотреть на первые три квадратика, это, соответственно, процент программного кода в СОБД, в ETL, там, и в каких-то приложениях, и то, что получается или должно получиться по результатам миграции, то, как видите, очень большой перекос происходит в сторону СОБД. То есть очень много программного кода переносится в СОБД, и нагрузка на дополнительные решения, такие как ETL, оно, по сути, становится инструментом управления процессами ETL. Вот эти инструменты, они становятся управлением, отвечают теперь за управление, за workflow загрузкой, за управлением процесса внутри хранилища, но никак не отвечают за саму обработку данных. Обработка данных уходит в хранилище. И для этого как раз и нужны те технологии, которые мы предлагаем, технологии, которые позволяют очень хорошо выстроить обработку ваших данных, не утаскивая эти данные, не забирая эти данные к алгоритму, что не очень логично. Ну, конечно, приложения никуда не уходят, они продолжают существовать, и само хранилище, оно может устроено быть достаточно сложно, состоять из многих компонент. Это отдельная история, про которую мы сегодня будем разговаривать. Окей, спасибо. Но, в любом случае, как я понимаю прекрасно, ключевой фокус у нас с архитектурой, потому что Раковская архитектура, и Гринплауновская архитектура, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вот, давайте по этому вопросу ваше мнение. Я бы еще только к прошлому слайду добавил, что, ну, если говорить про практические мероприятия, ну, скажем так, практические рекомендации, то у нас все заказчики, на самом деле, проводят предварительные отследования по тем функциям и приложениям, которые они проводят, ну, хотят мигрировать. И, соответственно, очень важно, ну, есть функции нагрузки, которые не требуют сейчас миграции, есть там, лап, нагрузки, соответственно, требуют уже сейчас масштабирования миграции. Соответственно, происходит миграция там, вот, именно от приоритетов. И второй момент – это то, что все у нас обычно… То есть правильный подход, наверное, использовать уже инструменты для миграции. То есть это, например, вот дисгрупп Формит, прекрасный инструмент, который настраивает ТЛ, ускоряет процесс. Далее можно будет еще чуть позже обсудить там в имворке. Такие решения позволяют сократить и упростить процесс миграции там на треть, до 20%. Вот. При правильном планировании этот процесс также сокращается еще за счет, ну, вот, выделенных каких-то ключевых решений. Это обеспечивает непрерывность работы бизнеса. Ну, если как бы просто мигрировать разом все, то у вас может остановиться ключевые процессы, споринга банковского или, я не знаю, аналитики, маркетинга и так далее, что, конечно, для бизнеса очень критично. Поэтому создаются тестовые контуры, создаются аналог хранилища на новом, на новой СОБД, смотрится, насколько это все работает, постепенно происходит переход, обучение сотрудников, включение всей команды, обучение технического персонала. Вот эти ключевые моменты обязательно надо включать в план проекта. В пользу случаем тогда добавлю, что вот вообще, в принципе, сейчас поднимает в голову такая задача, как управление данными, data governance. У нас с русским языком и английским некое здесь несоответствие, да, там значительно более богатый набортированного со стороны английского языка. Ну, управление данными, data governance. И стоит подумать, в том числе, когда у вас идет миграция, или даже если она не идет, о том, что вот этот процесс надо выстраивать. Посмотрите на аренную дату и здесь. То есть у нас есть продукт, который тоже решает такую задачу, аренную дату каталог. Спасибо за минутку рекламы. Итак, вот, давайте чуть подытожим этот слайд. Фокусируемся на ETL, на инкрементальную обработку, понимание, что в первую очередь, что во вторую очередь, работаем по шагам и, соответственно, пытаемся делать правильно и оставлять тот функционал, который пока не критичен для миграции на старых системах. Да, и используем современные инструменты. Ну, это обязательно. Давайте тогда вернемся к тому вопросу, который я задал. Это все-таки про архитектуру, которая действительно у Oracle и Grimploma развлечается. И в этом случае действительно нужно на архитектуру определенный фокус давать. Саша. Здесь еще раз хочу обратить внимание, что Oracle сделал большую работу и перестал быть чистой транзакционной системой, системой, которая только для поддержки транзакций предназначена. Oracle сейчас позволяет поддерживать, в том числе, и хорошую аналитическую нагрузку, большую аналитическую нагрузку, в особенности, если мы говорим про такие решения, как Exodata, например. Здесь интересно сравнить само название Exodata, Teradata, но есть о чем подумать. И получается так, что в Oracle исторически может сложиться два типа нагрузки, как минимум, транзакционная нагрузка и нагрузка, связанная с аналитикой. Вот здесь, кроме этого, следует подумать о том, что в Oracle могут присутствовать, вернее, вокруг Oracle могут присутствовать различные бизнес-приложения, и, к сожалению, от них так просто не отказаться. И получается так, что задачи становятся многоплановые. То есть при решении задачи миграции, при тех шагах, которые вы должны запланировать, когда вы решитесь на миграцию, вам обязательно надо будет подумать и внимательно проанализировать ваш текущий ландшафт, разобраться с тем, какие задачи решает ваше текущее, даже если вы его называете хранилищем. Здесь это обязательно надо подумать, проанализировать, и это будет влиять на будущую архитектуру вот результаты этого анализа. Ну, конечно, нужно еще учитывать там, что часть кода у нас содержится в самих приложениях, вот эти вот подводные камни. Часть там логики несовместима с новой СУБД, там, соответственно, это переделывает. То есть тоже как бы учитывается. Плюс ко всему там часто сейчас компания использует гибридную архитектуру. Это уже мы чуть дальше, наверное, коснемся этого. Ну, да, и как раз что у нас получается? Получается то, что во многих хранилищах данных, которые позиционируются как хранилища данных, все равно присутствует та самая трансцензакционная нагрузка, на которую Oracle специализировался. И в истории о том, как это правильно сделать, как раз нас приводит к чему? К гибридной архитектуре. Давайте теперь про нее и поговорим. Ну, то есть о чем гибридная архитектура? Архитектура о том, что хранилища отдельно, транзакции отдельно. По большому счету, совершенно упрощенно, моим легким коммерческим языком. А теперь пусть расскажут уже специалисты. Я начну. Вот. Здесь логично, что избавиться или там перенести бизнес-приложение в, соответственно, решение арендата так напрямую никак не получится. То есть здесь бизнес-приложение, это само по себе говорит о том, что есть специфическая функциональность, которая, например, это, если про розницу говорить, это обработка чеков, то есть там может быть и экранной формы, и дополнительное введение мастер-данных и так далее. То есть здесь задача может быть такая многогранная. Есть очень много различных факторов, связанных с этим. Соответственно, само бизнес-приложение мы так просто выкинуть на помойку не можем. И здесь надо задуматься о том, чем заменить это бизнес-приложение. Здесь сейчас рынок очень активно развивается, и надо смотреть на российские альтернативы. Ну, или, по крайней мере, временно оставить Oracle. Я уверен, что наш дорогой партнер, он может предложить и свои решения для замены этих бизнес-приложений. Ну, а то, что касается технологий построения хранилища данных, здесь у вас есть полный спектр решений, начиная от традиционного хранилища данных, от традиционного процесса хранилища данных, это ArenaData Database, или ADB, как мы называем, и, соответственно, ArenaData Hadoop для холодных потенциальных данных, или для данных, которые плохо структурированы, слабо структурированы, или вообще для различных обработок, которые очень хорошо можно делать на экосистеме Hadoop. И затем есть очень мощное решение ArenaData QuickMarts, предназначено для поддержки конкурентной нагрузки, а такие задачи возникают у больших компаний, или если в компании есть потребность предоставить аналитику и для внешнего мира, то есть различные есть задачи, связанные с высококонкурентной нагрузкой. Здесь ArenaData QuickMarts очень хорошо эту задачу поможет решить. Ну и, наконец, здесь надо подумать о оркестрации, об управлении теми процессами, которые есть внутри хранилища. Для этого могут быть использованы различные интерфейеры, различные инструменты, различные технологии, фреймворки. Уверен, мы все о них обсудим. Ну и, например, один из оркестраторов Apache Airflow, то есть он достаточно популярный, входит в наш ArenaData Hadoop, тоже может быть использован. Хочу обратить внимание, что вот эти решения, они представляют собой, по сути, цельное, единое информационное пространство за счет существования масштабильных конкурентов. Каждый из этих компонент, будь то ArenaData DB или, соответственно, Hadoop, они построены на большом количестве серверов, они горизонтально масштабируются, и коннекторы между ними тоже должны быть масштабируемыми. Я только маленький еще добавлю пример из нашего кейса. Один из заказчиков хотел мигрировать, и перед тем, как мигрировать, он уже практически начал этот процесс, все-таки задался вопросом, а, собственно говоря, какая СБД там лучше подходит? Там ClickHouse самый быстрый, там Hadoop самый дешевый, там Grimplan вроде светничок, но все может, как бы самый такой зрелый. Вот, и получилось так, что при той структуре данных, которая у него есть, мы думали, что там ClickHouse, там, будет зашкаливающая скорость производительности, там, касалась абсолютно одинаковой, практически там до десятой, или там, ну, скажем так, разница в результатах была, измерялась секундами производительности, то есть повлияла сильно форма запроса. Поэтому вот при миграции только очень важно именно проводить нормальное обследование, смотреть, какой код, какие типы запросов, там, джойницы, не джойницы, таблицы и так далее. Вот, там, используют заключи, не используются ключи, вот, потому что, ну, вот просто универсально, скажем так, СБД на все случаи жизни не найти, и вот сейчас как раз, собственно, все по этому и комбинируют, там, охлаждают данные, делают данные дешевле, переходят на ходу, переходят на S3, переходят на ленты, все холоднее, все дешевле и дешевле. Но, в общем, собственно говоря, да, борьба за эффективность, тут же сверху добавляют ClickHouse, ускоряют витрины, добавляют это, ну, то есть таким вот образом и становится там более мощной платформой данных, универсальной. Максим. Есть такая аналогия с транспортом. Вот, в принципе, попытка построить универсальное транспортное средство, которое решит все ваши проблемы, это неосуществимо. Если нам надо перевести большой объем груза из одной страны в другую, то наиболее вероятно, что мы воспользуемся либо, если земной вид транспорта доступен, то железнодорожным транспортом или морским, да, а что делать, если нам надо из соседней дома доставить, то можно и бегом на велосипеде, а в некоторых случаях мотоцикл нужен. То есть здесь нет универсального вида решения, и попытки построить такой универсальный транспорт не увенчался успехом. Также и с IT-технологиями у нас получается необходимость такой специализации продуктов, и это вполне нормально. Многие это осознали, что нет одного универсального продукта, который решит все ваши проблемы. Ну вот теперь можно делать мультимодальные платформы управления данными. Ориентируйтесь на логистику. Новый тренд сегодня откроем. Окей, спасибо. Давайте теперь пойдем уже к механизмам, а именно к тем самым фреймворкам, которые позволяют сократить затраты, время, а равно деньги, по сути дела. Стас, здесь тебе, потому что фреймворк-то все-таки, собственно, джетовский. Да, безусловно, тут заказчики стали... У нас сейчас идет большой поток заказчиков, которые проводят миграции. И история эта достаточно дорогая, она и по трудозатратам достаточно большая, и требует достаточно много времени. Проект миграции у нас от полугода до полутора лет в среднем занимает. Соответственно, сейчас все компании... Ну, то есть не все компании, ну, соответственно, мы пошли по пути оптимизации, автоматизации работ, разработали свой фреймворк, который, собственно говоря, автоматизирует всю ручную работу. То есть перенос данных формирования таблиц, перенос данных таблиц, делает это инкрементально, делает это по расписанию, ведет журналы изменения данных, формирует витрины. И получается, что эта история экономит, 25-35% времени и трудозатрат, человеческих затрат. У нас сейчас уже есть целый ряд проектов, которые используют данный фреймворк. Вот мы за него не берем дополнительную плату, мы просто это предоставляем заказчикам, как возможность сэкономить на миграции, упростить процесс. То есть им выгодно, и нам выгодно. Вот такая взаимовыгодная история. Окей, ну тогда как? Что понятно, осталось как? Ну, все достаточно просто. То есть в данном случае речь идет об оптимизации, то есть ETL, то есть это автоматизация сбора данных, подключение к источникам, получение метаданных с таблиц источников, по метаданным с учетом настроек составляется SQL-команды, создание таблиц, получение данных из источников. Вот. Потом автоматизация выполнения SQL-команд, получение данных, сохраняет их в стейджинг или загружает их. Вот. В принципе, такая история. Сделано все это у нас на open-source как раз, используется на I-Fi. Собственно, вот здесь, да, на схемке, спасибо максимуму, представлено, у нас подключается к Oracle, к другим с OBD. Дальше это все выгружается в списание, либо по сформированному запросу, и автоматически потом уже в новых формах, допустим, в формате GreenPlan, если мы сейчас рассматриваем миграцию на GreenPlan, формируются новые таблицы. Стейджинг формируется, витринные данные. Наверное, так, если вкратце, если не сильно углубляться. Наверное, еще Александр может добавить совменье. Ну, я думаю, что развитие фреймворков, в особенности для решения задач, вот те, которые стоят перед нашими партнерами, то есть, когда речь заходит о миграции, всегда логично использовать инструменты, которые упрощают этот процесс. Мы тут предоставляем прекрасный продукт для прекрасной технологии, для сохранения данных, обработки данных, но использование этих технологий все равно требует самого процесса внедрения, миграции и любые действия, связанные с упрощением этого процесса, построения инструментов, разработки инструментов, которые помогают упростить этот процесс, сделать его более управляемым, надежным. Это очень правильная тенденция, и стоит даже обращать внимание, насколько хороший фреймворк предоставляет партнер, когда вы упираете, тоже стоит на это посмотреть, как это будет реализовано, на коленках или профессиональным фреймворком, который поможет решить задачу. Это тоже важный вопрос с точки зрения выбора потом партнера по внедрению. На это тоже можно обращать внимание. Так что, да, на мой взгляд, это очень верное направление, хорошая ниша, хорошее конкурентное преимущество партнера в части появления различных фреймворков. Это правильный путь. В верную дорогу идете, товарищи. Окей, спасибо за ваши отзывы. Давайте кратко подытожим, мы уже заканчиваем. Итого, по паре слов, по каждому поинту. Архитектура. Напомним, о чем нужно помнить. Стас. Ну, собственно говоря, Oracle и Greenplan имеют разные структуры запросов, они имеют разную логику, они имеют, в принципе, разное предназначение при планировании архитектуры. Обязательно это нужно помнить. Как-то уже не раз встречался с такой ситуацией, что люди смотрят, и здесь SQL, и здесь SQL. Вот это совершенно неправильное мнение. SQL, конечно, упрощает переход с одной технологией на другой, но с точки зрения внутреннего устройства, архитектуры, той иной технологии, ну, в данном случае, СУБД Oracle, понимать, как он внутри устроен и СУБД Greenplan, Ариент DataDB, это очень важный, очень важный момент в части внедрения. Это кардинально влияет и на само устройство, так как будет устроено хранилище. Обязательно надо уделять особое внимание. Можно поторопиться, и нельзя делать так же, как в Oracle внутри Greenplan, это просто недопустимо. Будет плохой результат. Синтексис. Слово модное. Понятно, что нужно проводить оптимизацию производительности, она сильно отличается. Очень важно задуматься еще так же про инструменты, то есть понятно, что Oracle, одно из ключевых его преимуществ, что у него есть там Golden Gate, у него есть W2L-инструменты, и целая инфраструктура, ряд решений, которые плотно связаны, Oracle, UI, Zeebill и так далее, все это очень хорошо между собой интегрируется, и при миграции нужно понимать, собственно говоря, как вы будете решать задачи обработки данных дальше в прикладных системах. Часть, кстати говоря, заказчиков, основная причина была не сам Oracle, как сам по себе, а вот Golden Gate очень, допустим, достаточно сложно заменить. У DI тоже получается нафхай, там, Aeroflor разрабатывать, все это тоже достаточно трудозатратно. И вот этот, собственно говоря, процесс, поэтому там и требует большого внимания и учета при начале миграции. Ну, здесь еще стоит обратить внимание, что Oracle является такой компанией, которая ведет активную пропориолетарную такую деятельность, то есть, по сути, они внедряют в свой синтаксис, внедряют свои особенности, которые характерны только для Oracle и максимально защищают их. И когда компания, ну, в принципе, это логично, перейдя на Oracle, использует максимально ту функциональность, которую Oracle предлагает, тот синтаксис, который Oracle предлагает, то они, с одной стороны, ну, заплатив деньги за Oracle, получают максимальную пользу от этого решения, но, с другой стороны, они делают некое ограничение, как у нас это говорят по-русски, vendor log, да, то есть, такое русское слово vendor log. Oracle блокирует дальнейшую миграцию, используя специфический синтаксис. Это и есть такая проблема. А у нас такой проблемы нет, потому что Grimplum open source, и мы используем open source, ядро, и, соответственно, синтаксис, который есть в вариант DataDB, он точно такой же, как и в соответствующей версии Grimplum. Поэтому здесь вот переход на open source решение в любом случае облегчает жизнь, и компании начинают понимать, что они отвязываются от этой такой иглы, на которой они сидят, и им трудно куда-либо перейти без кардинального сложного проекта миграции. Да, есть сильные отличия, да, это проект миграции, и в проекте миграции приходится обращать внимание на то, что отличается синтаксис, это без хорошей компетенции, хорошего понимания вернуть к первому пункту архитектуры сделать очень сложно, но проекты делаются, успешно внедряются, переходят на новые технологии, это единственный, пожалуй, путь сейчас. Ну, в принципе, понятно, что все пункты взаимозависимы не связаны, это бесспорно. Вот, ну, еще, может быть, какие-то особенности подчеркнячие по утилитам, по производительности, где-то еще какие-то отдельные фокусы экспертно-опытным путем. Ну, деф-тест нужно обязательно делать, прежде чем проводить миграцию, тестирование, безусловно, то есть сайзинг, вот, может быть, даже сейчас, так как у нас достаточно, есть практическая часть, Саша подскажет, как у нас сайзинг за гримплан, чем отличается. Вот. В принципе, наверное, это основное. Ну, и, собственно, да, ну, надо понимать, что там гримплан, наверное, не единственное там решение, где-то можно использовать постгрик, где-то можно использовать кликхаус, нужно смотреть, какой-то, ну, мы вот об этом говорили, о гибридной архитектуре, что нужно использовать все инструменты, собственно говоря, ну, вот основной посыл такой, более детально, там можно уже будет потом обсудить там, готовы там встретиться, рассказать более подробно, показать, какие подходят варианты СУББД, к каким задачам. Ну, здесь стоит добавить, что, конечно, с точки зрения оптимизации производительности, то в какой-то степени какие-то знакомые слова, такие как статистика, она встречается и там и там, и для специалистов порой кажется, что это очень похожие технологии, но внимание настройки производительности и здесь появляются там новые слова, такие как демография данных, как распределение данных по сегментам сервера, то, что нет ворокли, не встречается, на это приходится обращать внимание. Есть свои особенности, свои подходы, здесь активно мы, как вендор, помогаем в этой области, у нас есть даже специальное направление, это наше направление там, где наши архитекторы помогают вам решать эти задачи, ну и партнеры тоже активно участвуют в решении задач, связанных с производительностью. То, что касается инструментов, утилита, то здесь достаточно открытый рынок и с точки зрения дополнительных инструментов можно использовать различные продукты, как и проприетарные, так и open source, по слову проприетарные, я в первую очередь имею в виду продукты, которые закрыты, то есть есть такие и можно их использовать, которые помогают и миграции, и интеграции данных, здесь опять надо смотреть, насколько вы готовы в этом смысле слезая с одной проприетарной технологии взбираться на другую, то есть здесь надо быть очень аккуратным, конечно, посмотреть в сторону open source решений, решений, которые поддерживают вендоры, в базе которых open source решений находятся, это опять минутка рекламы, да, у нас, например, Arena Data Streaming есть такой продукт, например, который поможет вам, и, соответственно, если говорите о той помощи, которую мы еще дополнительно можем оказать вам, кроме наших любимых партнеров, это то, что у нас, кроме нашего консалтинга, есть в том числе и обучение, Arena Data проводит обучение сотрудников, и вы можете получить информацию как по архитектуре Arena Data DB, как эксплуатировать этот продукт, в том числе и по разработке наших курсов, они включают большой объем практики, то есть, по сути, вам будет выделен свой кластер, на котором вы можете поэкспериментировать и возвращаясь к синтаксису, например, в курсе Arena Data DB для разработчиков, очень большой блок, чуть ли не один день, посвящен тому, как переходить 40 на Arena Data и отличие синтаксис очень подробно рассмотрено на примерах. Минута рекламы. Ну, давайте пойдем уже завершить нашу презентацию. Собственно, краткий перечень, ну, какой краткий, нормальный, я бы так сказал, не такой уж на краткий перечень, что откуда и куда можно мигрировать, какие Arena Data предлагают решение. и потихонечку переходим к вопросу. Вот как раз первый вопрос, да, чем заменить Tarantum slash Golden Gate? И дополнительный комментарий, что читаем Real Time из Kafka, пишем Oracle. Егор, мол, Мачалов нам вопрос задает. Ну, тут надо смотреть конкретно решаемые задачи. Конечно, это очень простой вопрос, Tarantum ну, есть такое решение Picdata, которое некое дальнейшее развитие, переделанный Tarantum компанией конкретно Picdata. Но здесь опять это будет звучать странно, чем, на что заменить Tarantum на более улучшить Tarantum Picdata, да, но это странно. Тут надо смотреть конкретные решения конкретно требования и детально разбираться. Может быть, и не надо так вот напрямую там разбирать и заменять. Ну, просто странно звучит заменить Kafka, Tarantum на что? На Kafka Picdata. В этой связи тогда я Егору предложу дополнительно написать нам после мероприятия. Детали. Мы узнаем детали, да, и предложим разные сценарии и варианты. Вот. Наверное, еще один вопрос. Какие CDC вы используете или как реализуете инкрементальную нагрузку, если инкремент через шаг не удается определить? Ну, с своей стороны, могу сказать, мы очень часто в данной ситуации рекомендуем Debezium использовать. Там более детально обращайтесь, поговорим, потому что здесь как в медицине, да, здесь давайте обсудим полноценно ваши требования. я передам партнеру, он еще подскажет. Да, на самом деле Debezium используется, но также используется решение там от Disgroup, собственно, и как мы вот оценивали доработку, разработку Debezium там Disgroup, экономия особо не получается, по крайней мере, при тех проектах, которые мы рассчитывали. Поэтому, возможно, есть смысл в данном случае там сэкономить трудозатраты специалистов и смотреть эндерские решения в ДИСА. Ну, да, то есть по вашим вопросам, коллеги, действительно, нужно глубже погружаться, то есть доктор же не может ему сказать, я кашляю, что у меня болит. Может быть, что угодно, да, банальные простуды, да, как это сложно заболевать. Мы тоже, как, собственно говоря, вот те самые терапевты определяем базовый путь, а потом дальше идем к тем специалистам, которые решают узкопрофильные задачи и понимают, как это сделать. Поэтому обращайтесь на ваши специализированные вопросы, естественно, мы ответ дадим, но в рамках именно этого вебинара мы не сможем это все рассмотреть, к сожалению. Вот, и я что хотел еще дополнительно отметить, пока еще вопросов пока больше не появляется, но, надеюсь, сейчас еще будет появляться. Это первый наш вебинарчик, да, если у вас есть пожелания какие-то по теме, которые вы хотите более подробно услышать, пишите, как нам, так и организаторам. Вот, будем делать еще отдельные живые метапы у нас вот в нашей прекрасной студии, откуда ведем трансляцию, оффлайн и онлайн. Будем более плотно обсуждать разные технологии, разные подходы, разные отраслевые специфики. Надеюсь, что пока вопросов не появляется, мероприятие вам понравилось, ответы вы на свои вопросы получили. еще, наверное, чуть-чуть, а вот вопрос какой-то появился, да. Хотелось бы подробнее послушать о продукте дата-каталога. Хороший тост. Давайте краткую информацию дадим, но... да, действительно, тут получится только сейчас краткую информацию дать, то есть это продукт, который основан тоже на open-source проекте, и основная идея продукта это решить задачи управления данными, data governments, соответственно, здесь начинает ведение бизнес-глоссария, сбор метаданных, решение такой пресловутой, уже много раз вспоминаемой задачей в нашем мире, это data-lineage, то есть понять, откуда данные произошли, соответственно, можно понять то, что у вас сейчас в системе происходит, а более подробно про этот продукт я бы рекомендовал обратитесь к нам, мы с удовольствием вам более подробно расскажем, а еще пользуясь случаем опять минуты рекламы, есть очень хороший канал ArenaData YouTube, то есть в YouTube набрать слово ArenaData, найти, и там есть видео уже, рассказы более подробные с демонстрациями про разные наши продукты, и там все это можно узнать. Я, Макс, еще, наверное, добавлю пару слов про дата-каталог, он достаточно динамично вырвался буквально за последний год-полтора, и уже у нас хороший вызов заказчиков, мы работаем практически со всеми вендорами, которые представляют дата-каталоги, сейчас это очень востребованное направление, данных стало настолько много, что ими нужно управлять, поэтому сейчас все внедряют бизнес-глосарий, дата-каталог, дата-квалити, обязательный инструмент, тем более, вот при миграции задуматься о том, как управлять данными, обеспечивать их качество с самого начала, вместе с архитектурой, это бест-практикс, собственно говоря, также и в озерах сейчас уже делают не просто озера, а умные озера, Доспромнефт построили, умный дата-лейк, а другие компании сейчас присоединяются, поэтому это очень хорошая история, которая, опять же, экономит вам время и упрощает работу ваших аналитиков, обеспечивая поиск, доступность данных, обеспечение их качеством. Ну, в общем, становимся все умнее и умнее. Вопросы такие, немножко административных характеров, где можно увидеть документ, в котором проведены нюансы переноса Рокловского кода в Гринплан. Обращайтесь, коллеги, документы в любом случае содержат нюансы, это не является никогда прямым подходом. Дело А, дело ИБ, вот это обязательно, вот это не обязательно. Кейсы, если мы говорим про Enterprise, они все-таки более индивидуальны. Ну да, проще провести демонстрацию, у нас готовы показать, это прямо в реале, у нас развернуто сейчас решение, это может показать, показать, как это все оперативно происходит, миграция, заполнение таблиц, формирование таблиц, вот выгрузка данных. Ну и вопрос прямой, когда будет курс по переходу 40 на ваш продукт, где посмотреть его содержание? Я уже говорил о том, что у нас арендат DB для разработчиков есть курсы, там один день посвящен этому направлению. Ну, тут для того, чтобы это более серьезно, так скажем, развивать эту тему, ну это очень специфическое, наверное, будет уже, поскольку вот этот день, я говорю про арендат для разработчиков, он посвященный Oracle, там разобраны различные варианты, то есть вот есть такая вот задача решена в Oracle, как это перенести и сделать, соответственно, в ВДБ. Там все это рассмотрено, то есть в какой-то степени этого одного дня хватает, а остальное, на мой взгляд, оно получится только в результате практики, если про технического специалиста говорить. А если говорить про партнера, то у них и так достаточно опыта, они и без нашего обучения, и кого угодно могут научить, как этого делать хорошо и правильно. Ну да, я здесь тоже добавлю, если у вас вопрос там общего обучения, Александр как раз эту историю сказал, если у вас есть задачи конкретных кейсов, решения конкретных кейсов, то здесь партнер, как всегда, помогает и решает эти задачи. Так, следующий вопрос, дата каталог из Data Hub или откуда он, где он? Это как отдельный продукт живет? А, да, это, да, это, ну, у нас в целом, то, что касается нашей линейки, Arena Data DB, Arena Data Hadoop, Arena Data Streaming, это все отдельно, но вместе, единая экосистема. Arena Data Catalog развивается, да, действительно, отдельным юридическим лицом, ну, если формально смотреть, но Arena Data Catalog, Arena Data, вы обращайте внимание, то есть мы вместе дружим, живем и развиваемся дружно, то есть в Pika Data нет такого названия, но это тоже в нашей экосистеме присутствует решение. То есть вы, это, да, это отдельный продукт, отличающийся от Arena Data DB и не пересекающийся, может быть, использован отдельно от Arena Data DB и наоборот, Arena Data DB без аренды от каталог живет. Это можно для всех решений перечислить, все то же самое. Все опционально, но все вместе представляет собой единую платформу данных. А как ее правильно готовить, мы поможем. Да, да, конечно, это как правильно готовить. Еще раз повторю, что есть сервисы, которые предоставляют партнеры, это сервисы внедрения, и есть сервисы, которые представляют, представляем мы как вендор. Это экспертиза по самим продуктам. Здесь вот полностью все, на мой взгляд, аспекты закрыты, начиная от DB как сервис мы предоставляем, и вот вернусь к партнерам, партнеры вам внедрят. Настроить все, сделают в лучшем виде, обращайтесь. Так, коллеги, вопросы вроде закончились, но в любом случае мы остаемся всегда в доступе, контакты можно будет написать организаторам, мы обязательно с вами свяжемся и ответим на те вопросы, которые у вас возникнут после, так сказать, раздумывания или прочтения. Запись ведется и будет тоже предоставлена, презентация будет предоставлена, некие материалы тоже чуть поподробнее подготовим с более детальным описанием того, о чем говорили. Так что на сайте сегодня, конечно, мы тезисами это представили, но чуть более подробно пришлем по запросу к вашему обращайтесь. Большое спасибо вам за внимание, вроде как раз ровно в тайминг часа уложились. Спасибо большое. Спасибо и всем удачи. Хорошего дня.